всем доброе утро девчонки наконец-то я дошла до того чтобы проверить свои часы помните я давно давно покупала вот эти вот часы и я всегда почему-то мне казалось что они показывают мои шаги неправильно то есть они не досчитывают мне кажется я столько много прошла смотришь на шаги сколько ты прошла оказывается там всего лишь то почти ничего моя знакомая у которой тоже такие же часы она говорит у нее маленькие дети и она говорит когда я хожу на одно и то же расстояние без коляски часы одеты на руке показывает одно количество шагов когда часы также одета на руке и я веду коляску вот ну держу за коляску то есть руки у меня не двигаются шаги какие-то странные намного 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 меньше и я сделала такой вывод и она тоже то что ты рукой идешь работаешь вверх-вниз вверх-вниз а у тебя шаги считаются ты можешь лежать на диване и вот так вот дергать руками у тебя будет считаться как будто ты идешь и только сейчас я думаю дай-ка я проверю сколько или какая разница вот если например я эти часы одену на ногу я один день отработала на работе часы были на запястье а один день отработала часы были у меня на ноги я одела такой носок высокий потому что я испугалась вдруг они у меня расстегнуться я не замечу и их потеряю здесь два образца я специально для вас сделала фотографию что вы посмотрели один образец со вторника другой с четверга вот во вторник они у меня были на запястье я потеряла 46 калорий километр у меня один километр 820 то есть почти два километра и шаги 3000 с чем-то по времени я работаю на работе с пол пятого и во вторник вот вы сами видите 829 в четверг они у меня были на ноге я потеряла 92 калория километры у меня 4 километра 220 и почти 7000 шагов отработала я с пол пятого до 822 теперь обратите внимание какая разница в шагах и в километрах после этого знаете я была вот в шоке прям такая разница и понятное дело что вот так приват дома конечно я буду одевать на запястье а если я уже буду делать спорт или например в час в турцию до поедем мы там хотим много ходить много гулять то мне будет интересно сколько я буду на ну как и шаги буду делать в день я их буду тоже одевать на ногу но боюсь я их потеряю так поэтому я наша зашла в amazon нашла такие знаете как браслет такой на ногу специально на ногу с маленьким кармашеком эти же часы можно раскрывать только ну скажем циферблат можно ложить в этот браслет вот вот так вот сняли все и вот эту вот штучку положили в браслет и я хочу этот браслет сейчас купить удобно и наконец-то они будут показывать правильно я не знаю это не это дешевые часы может быть дорогие часы и действительно показывают на руку отдел а показывают твои шаги хотя я сомневаюсь в этом мне кажется часы такие которые считают шаги только надо надевать на ногу в амазоне есть подвид такого но не часы а действительно без часов без погоды без давления без нить без километров а просто такая штучка который показывает твои шаги и она прикрепляется именно к ногам я не хочу покупать специально такую зачем у меня вот есть часы я буду снимать и ложить вот в этот вот свой специальный браслет на ногу поэтому я когда как закажу такой обязательно вам вам пока вам покажу девчонки чем вы занимаетесь по утрам а я решила разморозить холодильник все вытащила как раз на улице сейчас у нас морозится такой небольшой я все вытащила но все что было в холодильнике отнесла на улицу все что в морозилке отнесла в морозилку которая стоит у нас в подвале там она просто громадная вроде бы такие же ящички как здесь но здесь сложишь пару чего-то замороженного и все и в итоге потом получается все полно а туда в ту морозилку пихаешь пихаешь и вроде бы еще можно засунуть знаете девчонки я не знаю заметили вы или нет но у меня покоричневели мои крови и мне очень это нравится знаете что я сделала ну мы же вообще в теме косметика тема мода мы маленько отстаем да например россия намного все вперед это делает и шагает вместе с этими модой и так далее вперед 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 а мы отстаем где-то где-то непонятно на каком месте стоим уже давно в россии кра не надо делать никакого перманента да на глаза просто вот красишь вот тут кожу делаешь себе форму ну я не знаю как эта краска называется давайте я буду говорить так аля ахна и она держится здесь несколько дней у нас тоже это начинают делать кто-то еще об этом не знает кто-то делает у нас например в городе не знаю кто этим занимается по моему никто это не делает красят ресницы красят волосы вот эти вот а вот именно чтоб кожу вот так красили специальной краской такого у нас нет я такую краску нашла на амазоне она есть я думаю что я буду пока это покупать красить у меня была старая девчонки старая-старая краска для волос я ее развела там же так белая как это скажите как называется ну в общем неважно белые сама краска я развела белого чуть-чуть сделала побольше развела намазала так очень жирненько где-то подкрай где-то убрала где-то что-то и все и получилось у меня коричневатые бровки понятное дело что это ненадолго это тут понятно туда же и говорить ничего не надо тут хоть бы неделю подержаться ну хотя навряд ли но все лучше чем серость на бровях поэтому мне нравится сейчас как выглядит выглядит у меня еще краска там осталось чуть-чуть поэтому я наверное ее докончу а потом уже наверное буду заказывать специальную краску девчонки на улице дубак холодно цепочка тут завернулась минус десять на улице ужас маленько закупилась знаете у нас на работе я работаю в глобусе два года как бы со всеми знакома со всеми здороваемся понятно дело что я не про каждого там все знаю что там они еще после глобуса делают а сегодня узнала это не я а просто я услышала разговор как стоят две мои коллеги разговаривают про звериный салон ну типа парикмахерска там волосы постричь ногти вычесать искупать и так далее и я так прислушиваюсь и так по ней пару по разговору понимаю что одна из них имеет такой салон а ее зовут рината я говорю рината подожди у тебя что такой салон что ли есть такая да говорит я рюйди и она говорит ну у тебя где ты живешь а я живу возле глобуса в айрбахе только ну там у них на следующей улице я рюс серьезно говорю и ты ногти тоже постригаешь она где да она конечно не все собаки это любят и ягодь специальную такую машинку заказала она так крутится как колецо это только ноготочек так подставляешь и все и он шлифует сразу то есть обрезать не надо и это как ты быстро и как-то собакам больше нравится и в общем я с ней договорилась а и завтра в пол пятого в 16 30 до мы идем с сонькой к ней постригать соньки на ногти потому что у меня так и не получается не знаю к звериному врачу на прививку мы идем только после отпуска где-то в апреле мы с ней пойдем хотя мне нужно на феврале уже прививку я ей сделать но потом я уеду я не знаю как она будет себя чувствовать будет марстрика только с ней дома один я думаю нет это мне будет буду я потом себе голову ломать я когда с отпуска приеду поедем с ней на прививку я могла бы в принципе там тоже ногти постричь но думаю если у меня коллега это делает тем более возле меня тут на соседней улице я могу пешком это спокойно сделать так что девчонки зато пойдем постригать соньки ногти раз покажу вам закупку закупка мне обошлась тридцать пять ойра так купила вот такие вот макарошки такие вот обыкновенные и вот какой сабыла как они называются в общем не вас так кофе купила две штуки одну красную паприку взяла это что у нас флауман такие за не знаю будут они из вкусные невкусные но в общем взяла так капуста соленая это бекон взяла три штуки не знаю где еще две бритцель и миткейзе взяла а вот бекон три штуки хлеб потом взяла такой резанный но это я замороз на заморозку вот такие бантики взяла еще хлеб так это вот скажите что это господи бельны как они будут называться груша груши и все вот такая была закупка и обошлась мне в тридцать пять ойра все девчонки буду в общем я раздеваться брови вроде бы мои держатся мне прям так понравилось их красить ну не сами брови а вот кожу вот эту вот мне кажется неплохо в общем буду я с вами на этом заканчивать разбирать час свою закупку ну и завтракать буду кашей как обычно буду завтракать кашей все давайте пока пока пока